У нас в гостях Алексей Медведев, легендарный игрок в футбольной Сибири, автор первого гола команды в премьер-лиге и в Еврокубке, был капитаном нашего футбольной команды в начале десятых годов, а теперь тренирует футбольный клуб в Новосибирск. Алексей, добрый вечер! Да, добрый вечер, спасибо за приглашение. Как впечатления от хоккея, от арены? Ну, атмосфера просто космос, как говорится, вот, поэтому, конечно, самые такие приятные ощущения, даже иной раз, прям, чуть ли не до муражек, вот, поэтому у нас давно мы планировали, планировали выход командой на этот матч, и поэтому, слава богу, что все получилось, и мы сегодня присутствуем на этом матче. Надеюсь, это войдет в традицию. Как я понимаю, вы пришли сюда всей командой, да, так зарядиться перед выездом. Ну, у нас, да, сейчас выездная игра, завтра улетаем в Пермь, и вот, я говорю, хорошо, что все сложилось, и по билетам, потому что ажиотаж большой был, вот, хотелось очень попасть, и, надеюсь, я же говорю, да, надеюсь, так и будем приходить, поддерживать. Мы хоккейные, хоккейные нас. Такая добрая традиция станет это. А вообще в хоккее разбираетесь? Следите за матчем? Ну, конечно, но раньше росли же всегда зимой в хоккей играли, летом в футбол, поэтому так коробки хоккейные были почти везде, поэтому на коньках умею кататься. А клюшку, шайбы там управляться? Да, да, но сейчас, правда, это редко получается в последнее время, но сейчас здесь вроде меня хотят тоже подтянуть там, поигрывать, так что... Среди любителей, так сказать. Ну, конечно, среди ветеранов, да. А вот смотрите, какие бы хоккейные фишки, я не знаю, или правила хотели бы видеть в футболе? Например, представьте, было бы удаление на 2 или 5 минут, можно ли такое представить? И пошло ли бы это на пользу футболу? Ну, сейчас, видите, экспериментируют, есть там так называемые медийные лиги в Москве, там всякие с правилами тоже там и с удалениями на какие-то время там. Ну, я не знаю, я думаю, может, в футболе забивалось бы больше голов и была более зрелищная игра, если бы, может, правило вне игры хотя бы на какое-то время отменялось. Ну, например, смотрите, кто-то сделал подкат, и его садят там на 2 минуты. Вот меняется... Ну, почему бы и нет? Тоже, я думаю, нормальный был бы вариант такой. А стратегию бы пришлось менять, там придумывать, как играть в большинстве? Ну, в любом случае, да, это командный вид спорта, как хоккей, так и футбол. Поэтому тут, конечно, важна и тактика, и стратегия. А вот мы все-таки понимаем, какие различия есть между футболом и хоккеем, там, от количества людей на площадке, от инвентаря и тому подобное. А вот что общего? Ну, знаете, вот сейчас даже смотрю и для себя какие-то отмечаю, что, ну, очень много именно наигранных комбинациях. Каждый четко знает свои именно действия на площадке и четко их выполняет. Игровая так называемая дисциплина. Вот, поэтому тут ничего не бывает. Ну, конечно, импровизация присутствует, но все равно много таких именно определенных игровых шаблонов, которые наигры. То есть какие-то схемы, которые мы видим сейчас вот на хоккейной площадке? Конечно, они отрабатываются на тренировках уже до автоматизма. Нет, я имею в виду, а их можно ли применить на футбольном поле? Вот взять и перенести, не знаю, розыгрыз большинства. Ну, да я думаю, все реально, потому что, ну, все равно, как бы, близки виды спорта, то, что я говорю, командные, да, количество немного отличается. Но в целом, как хоккеисты всегда в футбол играли и футболисты тоже. На разминках высоких мы видим, да. Да, поэтому так. Вот вы играли в Новосибирске в десятых годах, ну, в конце нулевых, в начале десятых годов. Ходили ли тогда на хоккей и следили за выступлением в Сибири? Ну, вот, к сожалению, как-то раньше всего, наверное, вот отыграл 4 года там с лишним даже. Как-то, по-моему, один раз всего только попал. Вот, а сейчас вот с открытием новой арены захотелось очень присутствовать. И, надеюсь, будет удаваться билеты доставать и на следующий матч. А вот помните, как это было вот там 13 лет назад, атмосферу той арены? Или тут все-таки покруче? Да нет, ну, знаете, нет, ну, понятно, все новое, что-то сейчас более как-то там и музыкальное сопровождение, все. Все-таки шоу, да, сегодня тем более матч открытия, шоу прям супер. Вот, но я не думаю, что и на следующих матчах будет хуже. Вот, я думаю, поддержка у Сибири всегда была очень отличная именно со стороны болельщиков. Ну, поэтому она точно не поменяла. Любовь, точнее, ну, такая, народная. А вот еще раз уточню, знаю, что вы пришли из команды. А есть ли у вас в команде прям, ну, не знаю, прям знатоки, любители хоккея, которые, там, не знаю, едут куда-то в поездку и параллельно смотрят, там, хоккейные матчи? Ну, много, нет, ну, у нас и в тренерском штабе есть, которые так разбираются, там, вон, у Ивана Александровича, у нас, Нагибина, тренера по физподготовке, сын играет на серьезном уровне, также за Сибирь, за юношескую, вот, ну, много, да, именно те, которые, ребята новосибирцы, они, да, конечно, в хоккее разбираются. Все равно, я говорю, где-то параллели все время проходили, все равно интересовались, как команда играет. Мы уже говорили про общее между хоккеем и футболом, скоро общее может быть, точнее, одинаковым стать и названием, потому что я знаю, что совсем скоро пройдет голосование за переименование клуба, там, три варианта, либо нынешнее Новосибирск, либо Старая Сибирь, либо историческая Чкаловец. Вот вы сами за какой вариант? Ну, не знаю, ну, мне больше нравится Сибирь, я больше играл под названием Сибирь, да, вот, и я думаю, было бы, может, символично, что и хоккейное, и футбольное с одним названием, как бы, вот. Опять же, если брать больше какие-то традиции, там, ну, более такие по сроку, давности, то, наверное, Чкаловец, да, но именно под названием Сибирь клуб добился максимальных достижений. Я еще небольшую ремарку сделаю для болельщиков футбольных в первую очередь. Голосование будет проходить в онлайн-формате 17 сентября на домашнем матче с текстильщиком. Следите за официальным сайтом Новосибирска, за социальными сетями клуба, там все будет подробно рассказано, если я не ошибаюсь и ничего не путаю. Приходите, голосуйте, делайте свой выбор, и совсем скоро узнаем, какое же название будет у нашего футбольного клуба. А еще у меня такой вопрос. Есть ли у футбольного клуба Новосибирск гимн? Ну, насколько я знаю, есть, болельщики точно его поют, вот, потому что я прям дословно его там всех слов не знаю, но то, что они поют, и у них это подготовлено, и как бы, причем это уже на приличном промежутке времени, вот, поэтому нет, сто процентов есть. А мы возвращаемся к нам в студию и говорим о футболе, все-таки вы футбольный тренер, бывший футбольный игрок. Знаешь, что Новосибирск в этом сезоне идет пока вообще без поражений во второй лиге. В чем секрет успеха? Ну, было мало времени на подготовку, но к моей радости, к счастью, удалось именно создать такой дружный, боеспособный коллектив. Ну, и да, где-то, ну, тяжело было, первые туры, но сейчас вошли уже в чемпионат, идем хорошо, но расслабляться ни в коем случае нельзя, все самое интересное еще впереди. А до какого числа, до какого месяца длится первая часть чемпионата? Потому что во второй лиге очень интересная структура. Да, у нас 10 команд, в два круга мы играем, заканчиваем 12 ноября заключительный тур, надо попасть обязательно в четверку. Пока на первом месте идем, с небольшим отрывом уже, но я говорю, еще раз повторюсь, ни в коем случае нельзя расслабляться. А если попадаете в четверку, тогда что? Попадаем в так называемую группу золота на весну, где также будет 10 команд, и опять все заново с нуля в два круга. Получается, заканчиваете весеннюю часть там в лидерах и получаете путевку выше? Тогда уже можно будет, да. Ну, надо пошагово, конечно, сначала сейчас здесь решить задачу в серебре, потом уже будем говорить про весну, и уже весной, да, будет шанс подняться выше в первый дивизион. Это задача, которая стоит перед клубом? Или пока не делаете таких глобальных идем поступательных? Нет, ну задачи всегда будут и были, и будут только максимальные, надо возвращать, скажем так, былые позиции в Сибири. Вот футбольный клуб Новосибирск идет без поражений в чемпионате, как мы уже сказали, вот зарядите, я не знаю, победным духом нашу хоккейную команду. Нет, ну вот сейчас все, да, все супер, борьбы много, интересные моменты есть, осталось только забить. Я думаю, что обязательно сейчас будут голы. Надеюсь, хоккеисты нас услышат и все-таки откроют счет и победят в этом матче.